Добрый день, меня зовут Заяц Сергей Владимирович, я младший научный сотрудник Института электрофизики Уральского отделения Российской Академии Наук. С 1998 года в лаборатории прикладной электродинамики я занимаюсь магнитно-импульсным компактированием нанопорошков. То есть уже вот сколько-то лет я являюсь апологетом нанотехнологий. Я предлагаю вашему вниманию книгу Генриха Эрлиха, доктора химических наук, профессора МГУ «Золото, пуля, спасительный яд, 250 лет нанотехнологии». Почему я предлагаю эту книгу? Потому что мне как физику было интересно посмотреть на нанотехнологии с точки зрения химии. Это рассказывает химик. И некоторые факты из этой книжки для меня стали открытием, когда физики оказывались еще и хорошими химиками. И сегодня я прочитаю про советского ученого Петра Риббиндера. Эта глава в книге называется «Прочность через разрушение». Почему выбрал эту главу? Потому что здесь будет рассказано, как ученый, встав перед сложной задачей, он не опускает руки, а продолжает делать эксперименты. И когда его теорию пытаются зарубить, он находит какие-то новые данные, которые подтверждают его теорию. И теперь о Петре Риббиндере. На шестом съезде русских физиков 1928 года открылся он в Москве, продолжился на пароходе, плывущем по маршруту Нижний Новгород-Казань-Саратов. На нем присутствовало множество иностранных гостей. Я их всех читать не буду, но из них были уже действующие Нобелевские лауреаты и будущие советские. В такой аудитории предстояло выступать Петру Риббиндеру. Его доклад вызвал скептическое отношение, что в воспоминаниях о заслуженных деятелях служит эвфемизмом провала и разгрома. Наибольшее возражение вызвал центральный тезис доклада о том, что механические свойства кристаллического тела могут быть существенно изменены за счет адсорбции на его поверхности специально подобранного вещества. Поверхностно-активного по отношению к этому кристаллическому телу. На ум приходит прочная металлическая балка, которую для защиты от ржавления или из эстетических соображений покрывают тончайшим слоем краски, обладающей хорошим сцеплением с поверхностью. И после этого балка вдруг начинает деформироваться или даже ломаться при небольших механических нагрузках. Как такое может быть? Очевидно, что какой бы краской не покрыть балку, о ее природе осведомлены лишь только поверхностные атомы балки, в крайнем случае несколько внешних атомарных слоев. Но их количество пренебрежимо мало по сравнению с количеством атомов, находящихся внутри балки и несущих основную нагрузку. Элементарный расчет показывает, что даже для проволоки диаметром всего 1 мм доля поверхностных атомов составляет 1,10 млн. часть. Что уж говорить о здоровых металлических конструкциях. О каком влиянии здесь вообще можно говорить? Были и другие общетеоретические возражения, а представленные экспериментальные доказательства воспринимались как артефакты. Это была настоящая проверка на прочность. Многие ученые ломались при куда более поверхностных возражениях против их концепции. Но Риббиндер показал, что у него твердая сердцевина и настоящий мужской характер. Он дал единственно правильный в такой ситуации ответ оппонентам. Провел серию новых, еще более изощренных экспериментов и доказал свою правоту. Но самым убедительным свидетельством в пользу эффекта адсорбционного понижения прочности твердых тел стали его многочисленные практические приложения в процессах измельчения различных веществ, бурения горных пород и металлообработки. Сам эксперимент, чтобы сохранить интригу, я вам рассказывать не буду, но я вам покажу действие помола, то есть это как раз механического измельчения, где возможен эффект Риббиндера. В нашем институте, в институте электрофизики, методом электрического взрыва проволоки получают нанопорошки. Вот это нанопорошок металлического алюминия, который покрыт оксидной пленкой собственного оксида алюминий 2О3, а вот в маленькой баночке порошок, который я в планетарной шаровой мельнице перемолол. И суть его была такая. Исходный порошок, это как у Пушкина в сказке, где белочка грызла орешки, непростые скорлупки золотые, а ядра изумруд. Здесь же скорлупки у нас твердый оксид, а ядра это металлический алюминий. И нам надо было разрушить эти скорлупки. И как раз в шаровой мельнице, подвергая механическому воздействию шаров на такой порошок, мы объединили маленькие частицы между собой, потом они опять разрушались, опять соединялись, опять разрушались. А в эффекте ребиндера, если производить такой помол в специальной жидкости, то когда частичка начинает разламываться или появляется трещинка, в трещинку попадает поверхностно-активное вещество, и оно не дает частице схлопнуться. И большие частицы раскалываются. То есть происходит более эффективное разрушение. На этом я хотел бы закончить. Но самое главное, резюме, если вы встали перед сложной проблемой, не опускайте руки, или проводите новые исследования, или посмотрите на предмет своего исследования немножко с другой стороны. То есть, например, как я физик, посмотрев глазами химика, сам продолжен свои эксперименты более эффективно.